Добрый день! В эфире программа Мимонот. Мы продолжаем цикл, посвященный 50-летию легендарной группы Машины Времени. У нас не менее легендарный музыкант, который в Машине Времени поиграл. Он, правда, поиграл во многих других командах и даже основал первую панк-рок-группу в городе Москва. Это Сергей Ильич Рыженко. Привет, Сергей! Здравствуйте, друзья! Я не ошибся, это первая была панк-команда футбол? Да, в 1982 году. Это не мои слова, это слова голоса Америки. Тогда все голос Америки слушали. Да, это сверяли куранты с ним. Так вот, он официально объявил, что два основоположника советского панк-рока, это Панов, автоматический удовлетворитель, Ленинград, но тогда не было Питер, мы только называли, и Сергей Рыженко, футбол, Москва. То есть, да, это было так. И футбол, всего один студийный альбом был, который так и назывался футбол. Да, он так и назывался, да, футбол, и то я его тогда не выпустил по ряду обстоятельств. То есть, он только на магнитных носителях, то есть, только на кассетах расходился? Да, он даже не расходился, я запретил его распускать. Почему? Потому что было качество записи очень фиговое, мы записывали здесь неподалеку, на квартире, на магнитофон Ростов, вот, и всё было очень весело, писали хорошо. Свинья присутствовал, кстати, небезызвестный Панов на записи, и всё было с большим драйвом, хорошо, но оказалось, что я задувал микрофон. А переписать не было возможности, потому что человек уехал куда-то в какую-то экспедицию, потом басиста забрали в армию, он ушёл служить в Афганистан. Басист тоже здесь неподалёку жил, Серёб Шорохов на Дорогомиловской, всё рядом. А я пошёл через некоторое время играть в «Машину времени». Вот так вот всё, собственно. А мне не устраивало качество. Потому что вот я в Википедии посмотрел дискографию, просто следующий альбом, первый футбол, а следующий альбом это с Макаревичем, да, песни под гитару. Да. Это что, был проект просто вы вдвоём записали тандемом? Что это за проект вообще был? Ну, если честно тебе совсем говорить, я это совсем даже и не вспомню сейчас. Ничего себе, Макаревич не вспомнил, значит. Это всё было. Может, это фейк какой-то. А может быть, просто собрали то, что мы там что-то где-то музицировали. Да, вот эти песни под гитару. Да, и может быть, просто... Бутлек, как это называется. Да, да. Кстати, Макаревич сидит на твоём месте, сказал мне... Я этого просто не знал. Я говорю, Рыженко пытаюсь... Не Борзова, не Рыженко я не могу вообще зазвать никогда. Рыженко сегодня в Крыму. И он мне сказал, да он же крымский, у него же там недвижимость и всякое такое. А я посмотрел, что Севастополь место рождения. Так вот... Ну, это самая большая моя недвижимость, это город Севастополь. Может быть, можно подробнее про Крым? Он никуда не двигается, понимаешь? Нет, он же пытается подвинуть. Нет, я имею в виду чисто физически. Уже Крым это такая точка раскола в рок-среде. Потому что вообще, в отличие от попсовиков, рок-музыканты в Крым не ездят. Некоторые боятся потерять гражданство американское. Некоторые боятся потерять гастроли на Украине. Я так понимаю, что Рыженко не гастролирует на Украине. И гражданства Соединенных Штатов Америки у него тоже нет. Да, хоть я по происхождению хохол, хотя это слово запрещено. Конечно, да. Запрещено. Но я почему-то его употребляю и даже им горжусь. Потому что мне нравится. Никто, кстати, не помнит до сих пор, откуда это слово взялось. Это когда ничего обидного в нем не было. В отличие от Кацапов. Я вообще-то, да, это нормальное было. В отличие от Кацапов. Понимаешь? Потому что когда впервые после Переяславской рады войска соединились. И пришли стрельцы. На одном берегу реки стали, а на другой стали казаки запорожские. Они друг на друга посмотрели. И эти увидели с эсэлэцами. Эсэлэц – это селедка, да? Такая чуп, чупрына на голове у казаков. И когда казаки увидели этих ребят, говорят, «О, смотри, хохлы». Ну, то есть, из-за этих хохолков. А эти, увидев бородатых мужиков, сказали, «О, дывайся, я кцапы». То есть, как козлы. Это слово «кацап» довольно обидное, в отличие от хохол. Так про Крым. Лепницкий мне сказал, что у тебя папа моряк. Это информация. Да, он капитан второго ранга, да. Скажи поподробнее вообще у родителей. Ну, собственно, родители у меня такие, да, легендарно обыкновенные. То есть, они прошли войну всю, там поженились. Мама вообще прошла фронтовой медсестрой госпитальной с 22 июня до победы над Японией. Они уже были в браке? Они поженились во время войны. В 43-м году они поженились в Архангельске, в Соломболе. Вот мама была там в госпитале, у неё был чудесный голос. Она пела с оперными певцами. Хотя и самородок такой. Да, самородок. Ей говорили, Варенька, вам только на сцену, вам только в консерваторию. Но она встретила отца, который был такой весь из себя офицер флотский молодой. Решила, что она будет лучше замужем за будущим адмиралом. И, конечно, после войны их на Камчатку на 7 лет отправили. Собственно, все консерватории имамины на этом и закончились. Но папа из Севастополя действительно? Нет, папа отслужил на всех. То есть, он закончил Академию в Ленинграде перед войной. Потом войну он прошёл на Северном флоте в гидрографии. А что было гидрография? Гидрография – это морская география. А гидрография военная – это, собственно, все эти минные поля, фарваты, моряки и куча всего этого. Вся инфраструктура берегов и навигация. Всё туда входит, гидрографию. То есть, потом они на Камчатке. А потом уже ему предложили на выбор либо Ленинград, либо Севастополь. Они намёрзлись. Северный флот, потом Тихоокеанский, Камчатка. И поехали в Крым. А так бы я, наверное, был бы питерский. Они поехали греться. Поэтому я стал Севастопольский. Там они и похоронены. Там мой старший брат живёт. Чем он занимается? Как его зовут? Брат у меня глубоко на пенсию. Он на 10 лет меня старше. А так он был филолог. То есть, к музыке никакого отношения? Нет. Он пытался в детстве, его пытались учить на аккордеоне. Как мальчик послушный, в отличие от меня. Он пытался заниматься, но вовремя родители оставили эти безуспешные попытки. Как вообще вся семья, в целом, не только родители, все отнеслись к тому, что Ильич стал заниматься музыкой. Сергей Ильич. Нет. Ну, меня по определению засунули сначала в хор. Скрипочку. Сначала в хор. Там обнаружили быстро абсолютный слух. И сказали, ну, ему надо на скрипочку, конечно. Я пошёл там в первую музыкальную школу, номер один. Очень замечательно педагогу попал. Она действительно одна из лучших крымских педагогов. Хотя уже сейчас на пенсии. Все её выпускники, они в основном консерваторию закончили и прочее. Московскую. Ну, да. И потом поступил, не полных 16 лет, я поступил в Гнесинское училище по классу скрипки. И так вот, собственно, я занимался классической музыкой. Поглядывая свысока на всё, так сказать, около музыкальное, не классическое. Пока ко мне не пришли ребята из «Последнего шанса». Володя Щукинда и Саша Самойлов. В 75-м году они меня нашли. В 72-м я поступил в Гнесинку. Говорят, слушай, у нас тут вот мы ищем, искали человека, который умеет импровизировать. В тебе 19 лет было. Да, да. Тогда, да, было 19. Который умеет импровизировать. И нам шел Клоппер, небезызвестный, который тогда тоже учился в Гнесинке. Только открыли джазовое отделение. Он сказал, что единственный, кто умеет импровизировать на скрипке. Вот есть такой вот парень, Серёжа Рыженко. Они пришли ко мне, мы тут же, значит, сыграли композицию, которую потом открывали концерты, инструментальную композицию на щемящей ноте. Ну, «Последний шанс» – это очень интересный был, уникальный коллектив. Он такой театрализованный был. Каждая песня была как мини-спектакль сделанная, крохотный, с пластикой, с движением, с прочей такой ерундой. И якобы детские песенки, как бы во взрослой упаковке, с таким двойным дном. Страшно любила вся московская богема, интеллектуальная эту группу. Вот, и все-все там любили и была Ахмадулина, и прочие, все всегда приходили на наши концерты большие на это дело. То есть мы все в лучах такой вот между собойской славы замечательно купались. Кстати, насчёт мини-спектакля. Я с Литницким, когда общался, вот тоже на тему «Машины времени», я спросил, Саша, зачем вот они взяли Рыженко в «Машину времени» тогда, вот как ты считаешь? Он говорит, потому что это шоумен, им нужен был такой вот шоумен а-ля Петя Подгородецкий, не хватало. Ты слышал такую версию? Да, да, да. С «Машиной» мы познакомились тоже на такой вот тусовке квартирной, такой салон был у одной из бывших жен Михалкова Кончаловского. В доме как раз на Грузинской, там была, значит, тусовка собралась, была та же и Ахмадулина с Миссирером, и пришёл и Аксёнов тогда. Василий Аксёнов. Да, Василий, да, пришёл тогда с… А ты какого имел? Ну, Крымского, я не знаю, сейчас Аксёнов, я думаю, что себе вот откуда… Нет, милый мой, 78-й год, нет, пришёл Василий Аксёнов, такой весь плейбой, себя в такой джинсовой куртке замечательной, вот, вся такая тусовка. Макар пришёл, вот, и мы последний шанс, и всё, мы там всё это играли, потому что это акустика, можно было всё… Сколько народу помещалось на таком квартире? Ну, человек 20, человек 20, но это не квартирник, это было действительно просто такая… Посиделки домашние. Да, посиделки между собойские. Вот и всё, и мы тогда с Макаром задружились, и он как раз запись сделали для спектакля «Стеклянный зверинец» в Тюзи ставили, и он предложил мне с ним сыграть на скрипчике, там, немножко чего-нибудь, что я и сделал, кажется. Вот, и то есть это был первый такой опыт, ну, как бы и всё. А потом мы просто иногда пересекались в общих тусовках. У того же Саши Липницкого однажды, а у него тогда было тоже самое тусовочное место в Москве, потому что всегда приезжал «Аквариум», у него останавливался, у Саши у одного из первых появился видеомагнитофон в Москве. И мы, естественно, смотрели все эти фильмы, «Герои рок-н-ролла», там, прочие, «Блюз Брадерс», наш был культовый фильм, им всегда заканчивали просмотры. И вот и дня на три мы там зависали, пока «Аквариум» тут, значит, что-нибудь играл, какой-нибудь андеграундный концерт. Мы так всё, я поскольку жил тоже недалеко, на Арбате, мы всё это дело соединяли в такую бесконечную радость общения, сопряжённую умеренным выпиванием спиртных напитков при этом. И тогда вот случилось, когда очередной раз мы пересеклись, и ушёл Петя, или ушли Петю. И я говорю, Андрюш, а мне всегда безмерно нравилась группа «Машина времени». Надо сказать, что я и на гитаре-то научился играть, на песне «Машина времени» и «Марионетки». Это первая песня, на которой я научился играть на гитаре. А впервые услышал я их, они же единственные из нас, из наших групп сделали сингл такой, на катушечке крошечной, и мне его показали, там были как раз «Марионетки», там был этот самый «Ты можешь ходить, как запущенный сад». Котиковская, да, 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 хард-рок. Да, 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 хард. И меня поразило две вещи, конечно, во-первых, там замечательный драйв всего этого, осмысленность происходящего, то есть хорошая работа со словом и отличное качество звучания. То, чего я нигде ни у кого из наших всех этих доморощенных команд не слышал. Никогда. То есть, я всегда понял, что эти люди умеют делать правильный продукт, который, в общем, меня грел. И я говорю Андрюше, может, все-таки поиграем вместе? Он говорит, ну, давай попробуем. То есть, это твоя инициатива была? Ну, да, я просто ему предложил. И все, мы попробовали, как раз сидели на репетиционном периоде, в этом самом, в туристе, в туристе, в крохотной коморке. Гостиница турист. А, гостиница турист. Да, да, да. Вот. И там, причем я еду на очередную нашу репетицию, и ко мне подбегает Вова Кузьмин. Говорит, о, говорит, здорово, говорит, слушай, говорит, давно хотел с тобой поиграть, давай, говорит, вместе замутим что-нибудь. Я же тоже на скрипке играю. Давай в два смычка. Я говорю, извини, говорю, я только-только, говорю, вот договорился с Макаревичем. Говорю, вот сейчас с машиной мы играем. Он, ах, черт, вот ушел. Я Макару рассказываю такая история. Он говорит, бедный Кузя, вот он всегда опаздывает. Ну, просто у каждого, конечно, своя дорога. Я Кузя, я считаю, лучший мультиинструменталист всех времен и народов на все времена. Хотя меня звуковая дорожка в 82-м году и назвала лучшим мультиинструменталистом года. Потому что я в машине играл же на всем. Там на акустической гитаре 12-ти стронки, на скрипке, на флейте, на перкашен всяких. Еще всякая такая сценическая хрень, как бы разбавляющая некоторую, скажем так, малоподвижность остальных музыкантов, сосредоточенных на музыке. На шоу. Да, да, да. Я в основном был такой динамической составляющей. Но я считаю, что Кузьмин, он лучший мультиинструменталист, чем я гораздо. Он еще на саксофоне умеет играть. Просто Маккартни просто. Да, а я много раз пытался на саксофоне научиться. Вот и даже выпросил, когда-то еще в общаге, когда жил, у одной... А что за общага? Гнесинская, да. Выпросил у одной саксофонистки, значит, выпросил саксофон. И она мне дала, хотя бы очень не любит духовики давать. В общем, я час пытался, значит, сыграть песнь моя «Лети с мольбой». Тихо, час ночной. И вдруг, час спустя этого музицирования, от удара ноги толчком, значит, дверь распахивается. И вбегает такой страшного вида саксофонист, известный, значит, такое у него лицо было сильно изрытое. Оспа и такая бороденка, такая козловая, не козловская, а козловая. И вот он говорит, вот он, вот он ты, вот, выхватил у меня. И говорит, никогда, никогда больше в жизни не бери эту вещь в руки. И я свято соблюдал по жизни этот его завет. Я никогда больше не пытался этого делать с саксофоном. Но это вещь действительно сложная. У меня к 45-летию «Машины времени» вышла книга «Времени машины». Мне для этого издания Андрей Вадимович передал фотографию, где ты вместе с Зайцевым. Вдвоем там, видимо, репетиция, как какой-то рабочий момент. Вы в тот период, когда работали, знали про наркотики, про эту тему полковника? Ты знаешь, он очень как-то это всё не афишировал. Да, и я помню, мы жили в одном номере во Владивостоке во время гастролей. У нас был спаренный номер, такой полулюкс. Вот, и я смотрю, а там же спать очень тяжело, 7 часов разница. А, да, джетлайк, да. Падаешь там, немножко выпив, а потом просыпаешься и всю ночь не спишь. Я смотрю тоже, он что-то бродит и в каком-то странном настроении. Я говорю, а что с тобой? Он говорит, да, я как-то так голова что-то. Я говорю, ну, может, тебе что-то там такое седативное принять? Он говорит, да, я выпил там 5 таблеточек какого-то по паверина. Вот, собственно, я удивился, но не придал этому никакого значения, почему человек бродит и что у него там в голове. Он был вообще такая вещь в себе, полковник, да. Как музыканта ты его оцениваешь по шкале от 1 до 10? Ну, он исполнительный, он исполнительный, он как бы делал всё, что от него требовалось. Но какой-то вот такой самостоятельной искры я бы в нём бы не нашёл. То есть, как бы всё это делалось, но делалось как-то вот... Но это мало в ком есть, я оправдаю, человека. Ну, в машине это у кого есть? Это есть у всех в машине. У всех, да. И у Марвулиц, и у Ефремова. Нет, ну, Валера, вот он тоже, он Ринго Стар. Валера, это Ринго Стар. Я помню как-то на репетиции, говорю, Валер, вот, слушай, а может нам тут вот синкопку вот такую вот ставить, сделать? Он так раз так, я говорю, нет, ты не понял, раз. С третьего раза сказал, знаешь, Валер, играй вот как играл. Вот, на этом закончим тему. Ты следил вообще за машиной времени после своего ухода? Или ты занимался своими делами, как-то и не слушал их, и не отслеживал? Нет, я в подворотнях не стоял и не ловил взглядом. Не, ну, так отслеживал кадровые подвижники, кто пришёл, кто ушёл. Не, ну, естественно, это всё всплывало, но как бы... Тебя не удивил приход Державина? Удивил. Да, все-все-все были удивлены, потому что, казалось бы, сталкер такая. Попсар писался он? Ну, мне кажется, что это тот же вариант, тот же вариант «Полковник-2». Понимаешь, получился, собственно. Ты знаешь, как бы человек вот есть на своём месте и хорошо. Знаешь, он мне вот прям сидя на твоём месте достаточно категорично отказался отвечать на этот вопрос. Так же, как и его тёска Андрей. Вопрос вот какой. Как только он был объявлен о том, что уходит, Айдер Муждабаев, это очень известный журналист на Украине, я его знаю по московскому комсомольцу, мы сотрудничали, очень талантливый. Он написал, что поздравляю машину времени, они сбавились от русско-мирного дурачка, давно как пора там, и, ну, ждём на Украине и так далее. Ты считаешь, это могло быть идеологически мотивированным уход Державина из-за ситуации на Украине? Вполне могло быть, но люди дошли до такой глупости, что выясняют политические отношения на творческой почве. Хотя я считаю, что это полный идиотизм. А по поводу Крыма, ну, поскольку это моё родное место, и, собственно, там и могилы предков, и, собственно, всё лето я всегда провожу в Крыму и не скрываю этого. Это гастроли или это... Нет, нет, я там просто живу, летом, да, детей купаю в море и всё такое, да, и сам этим занимаюсь. И иногда что-то играю, да, периодически. Иногда вылетаю куда-то что-то сыграть, такое бывает. Но стараюсь всё-таки как-то... Вот у меня такая двойственная жизнь на два дома, да. Москва и короткий... И летом там, да. И по поводу Крыма могу что сказать? Вот когда вся эта хрень произошла в 14-м году, внезапная, и всё это произошло, этот вопрос, естественно, стал таким камнем пробным, да, человека на лакмусовой бумажке вопрос. Да, и вот прихожой в Петрович, 14-й год, которым я играю уже 20 лет. Ты фронтмен, да. Да, на скрипчике по субботам там шпиляю эту вечно зелёную программу. И ко мне, значит, Орлуша там сидит в компании. Андрей Роу, да. Да, да, сидит в нашей компании, любезных всех моих старинных дружков, там сидит Серёжа Цыгаль, там и Андрей Бельжой, естественно, все сидят. И Орлуша сидит и своим ехидным голосом говорит, «Ну что, Серёжа, что ты скажешь, Крым наш?» И весь стол, естественно, замирает, глядя на меня. А я говорю, знаете что, пионеры, вот идите вы, куда у Сараневская там посылала. Ну, в жопу на это называют. Да, да, да. В конече времени. Да, потому что, ну, ты же сказал, что без мата. Это не мата. Ну, ничего, мало ли, да. Мало ли кто за что возьмёт слово. Потому что, говорю, я считаю, что вот Крым мой. Потому что я вот там родился, я там вырос, вот он мой. И вот кто там вот родился, там или хотя бы вырос, прикипел к нему, вот того и Крым. Вот, говорю, Серёжа Цыгаля, он же как ты Бельский. Да, вся компания. Да, говорит Серёжа, который страшно рыдал, когда это всё произошло, естественно. Вот, и всё такое. А остальные, пожалуйста, к нам в гости. Ребят, пожалуйста, приезжайте. И я вообще считаю, что это дело личностное. Вот у тебя есть какое-то место в сердце, да, и ты можешь его посещать. А какие-то решения государственные, которые принимаются, и разделение людей на белых, красных, мне глубоко отвратительно. Потому что я недавно, я, наконец-то, сформулировал своё отношение к этому крымскому вопросу. Могу его сказать, что самая большая несправедливость в отношении, значит, Российской Федерации была осуществлена в 54-м году, когда Крым, не спросивший ни его населения, Никита Сергеевич Хручёв, передал в состав Украины. И второе, самая большая несправедливость произошла по отношению к Украине. Суверенное государство произошло в 2014 году, когда его также взяли и вернули обратно. То есть, вот две таких несправедливости, они произошли. Одна тогда, если бы не произошла тогда несправедливость, то не произошла бы следующая несправедливость. Но в любом случае, и то, и другое, оба раза народ-то, собственно, и не спрашивали. Как референдум уже вроде бы. Референдум вроде бы. Ну да, да. Но я вот при этом, при всём моём сложном отношении к Ксюше Собчак, я с ней солидарен в одном вопросе. Я считаю, что большое упущение было, надо было немедленно проводить в течение ближайшего полугода после присоединения, надо было проводить второй референдум уже с привлечением международных сил, наблюдателей и прочее. Пускай там были бы не такие высокие цифры, хотя они и так ведь были не такие высокие. Не высокие? Нет, на самом деле это вот постоянно, вот какую заметочку не читаешь про родной Крым, там всегда пишут по результатам референдума 97% крымчан проголосовало за, и 95% севастопольцев, как субъекта федерации отдельного, проголосовало за вхождение. Но при этом очень часто опускается такая фраза, что это по явке, вот, а явка была такая, там порядка 80%, то есть 20% не пришло, из них ещё там 5%, что пришло, оно проголосовало, в общем-то, всё равно против, да. То есть где-то раскололось 75% на 25%, но так оно и есть. И, в общем-то, это неоспоримые результаты. И не надо рисовать эти 97% или 180%. Безусловно, Крым ментально никогда к Украине не прилежал. И дальше я вот ещё давно, ещё до всей этой истории, до 2014 года, я, собственно, сформулировал такую крылатую фразу «язык от Киева отведёт», понимаешь, потому что языковой вопрос – это то, что, собственно, и раскололо. Да. Да. И поскольку ментально там терпели, терпели, конечно, то, что детей заставляют учить эту риденную мову. Ведь в Севастополе никогда не учили украинский язык. Хорошо это или плохо – это другой вопрос. Но это был город республиканского подчинения, как мы это недавно узнали. А я это знал всегда ещё с детских лет. То есть, он Киеву не подчинялся. Он подчинялся непосредственно Москве. И там никогда, в Севастополе, не учился украинский язык в школах. Кстати, про украинский рок. Многие считают, что гораздо более мелодичные команды, типа «Вопли, бедоплясов». Ну, правильно, правильно. Потому что украинская песенная традиция, она вообще, в принципе, гораздо более мелодична. Она более мелодична, она более европейская. Всё-таки русская народная песня, при всей её, конечно, интересности и прочее, она всё-таки сильно вгоняет в тоску часто. И она часто бывает и диковато. Всё-таки там такое тюркское влияние местами всё-таки сильно чувствуется. А всё-таки украинская, она лежит всё-таки ближе к сфере той, когда она ещё была и в составе Речи Посполитой. На себе большее влияние европейской культуры музыкальной. Лепницкий мне сказал, что если бы в своё время русский рок не был бы политизирован, что если бы не вкладывали вот эту составляющую, условно говоря, диссидентскую, не искали бы в текстах что-то, то музыкальная составляющая русского рока была очень перспективна. Ты разделяешь эту точку зрения, что это интересное с музыкальной точки зрения явление русский рок? Да, безусловно, там было много своих находок, хотя всё это, конечно, в кустарных условиях всё делалось. Ну, кого бы ты подметил бы, как вот что-то такое не вторичное по отношению к Западу, что интересного у нас было бы за эти годы, что вот лично тебе нравилось и ты готов был бы это слушать? Нет, ну, для меня, безусловно, вот вежливый отказ, которым я играю и поныне, да, это абсолютно уникальное явление, но оно скорее композиторское, да, это просто в рок-форме это такая композиторская, серьёзная современная музыка, по большому счёту. А так вот, если копать, не знаю, у нас всегда всё-таки слово превалировало над музыкой. У нас поэт больше, чем поэт. Да, над музыкой. Это и понятно, потому что тут две составляющих. С одной стороны, на чём росли, откуда ноги росли из языковые. Во-первых, все, в общем-то, неважно знали английский. Вот за исключением там Майка Науменко, Бори Гребенщикова, да, все с английским не очень-то дружили и не очень-то задумывались, о чём там поют битлы. Ну, ясно, что о любви, вот, ясно, что о свободе. А в принципе, это, так сказать, понятно и без слов. А в основном-то опирались, да, если в музыкальной составляющей опирались-то на это, на западные образцы, да, которые там доходили до нас через фарцовщиков, то в языковой, естественно, опирались на тех вот... На русскую традицию. Да, на русскую традицию, от которой всё идёт. А это, естественно, Галич, Высоцкий, Акуджава, понимаешь, и какие-то ещё даже там более ранние формы там какие-то. То есть, вот это вот преобладание слова, всё равно ведь это сочинялось под гитарку, да, а не то, что группа собиралась и начинали вместе что-то такое придумывать музыкальную какую-то фактуру вместе, да, all together. Нет. А здесь как бы сначала один автор, он сидит там, что-то на гитарке намурлыкался, чинил, вот какой-то текст ему в голову упал, с небес спустился или из недр души достал, а потом начинали как-то это всё присобачивать в какую-то музыкальную фактуру, более-менее модную и сообразную времени. То есть, это всё-таки такая вторичная конструкция, да. То есть, сначала рисунок, вот, а потом он раскрашивается, вот, а не то, что сначала берём краски и кидаем на холст, если живопись и аналогии проводить какой-то. То есть, здесь всё равно, и опять же, квартирники те же, они под что? Они, естественно, под гитарку, да. Ну, две гитарки кто-то подбрякает там или, например, Кашин каких-нибудь не стучит. Ты был, кстати, на квартирнике в Марволисе или он тебя не приглашал? Нет, так до сих пор и не пригласил, да. Не пригласил. Поставим ему на вид. Да, хотя мы с ним вот недавно виделись. Я на этом самом, на кинофестивале «Дух огня». Я там музыкальный руководитель Серёжа Соловьёва, который автор «Бессмертной асы». Да. Вот, а ему там уже сколько там, уже 16 фестивалей прошло, да. Я где-то, по-моему, с пятого фестиваля я там и торчу. Про телевидение. Там мы пересекались с Марволисом, очень мило пообщались, да, у них параллельно был концерт. А про телевидение. Вот в своё время Александр Борисович Градский любил повторять, что никто кроме него петь не умеет у нас, что у всех, как у него как бы выражение «пердячий пар» и что-то такое. В общем, очень романтичный и поэтический. Есть проект «Голос», которым он был наставником, открыл стране, что у нас просто вообще куча очень интересных есть исполнителей. Как ты вообще к проекту «Голос» относишься? Ты его когда-нибудь смотрел? Я смотрел фрагментарно, но, в общем-то, мне это неинтересно. Почему? Ну, это профессиональное. Это профессиональное? Да, профессионально неинтересно. А, профессионально неинтересно. Да, я имею в виду, что это одно и то же, чем я занимаюсь, зачем мне за всем этим следить. Это как из старого анекдота про девушку лёгкого поведения, которая приехала, на Сочи лежит, а к ней подходит рабочая, она говорит, ну, представь, кругом станки, станки, станки. Это вот оттуда. Поэтому, ну, как-то... А если мы про Градского упомянули, как вообще ты, Александр Борисович, оцениваешь? Он явление? Да, конечно, безусловно. Он, с точки зрения вот этого формально, его фраза точна. То есть, когда он говорит, что петь не умеют, имеет в виду, что не умеют пользоваться голосом. Нет классической постановки, голос не обработанный, на связках все поют, там, пятое-десятое. То есть, можно так вот прикопаться, понимаешь? Ну, так же можно сказать, что и в западном роке никто петь не умеет почти. У Шмиджангер всё точно. Да-да-да. Но ты знаешь, что его спасает? Он об этом не знает. Или ему на это просто... Да, он забил, понимаешь? А так, ну, конечно, там Фредди Меркури умел петь, понимаешь? Ну, и то, с другой стороны, если смотреть качество постановки у Фредди Меркури и у ныне, вот недавно почивший Монсеррат Кабалье... С которым они до этого спели. Да, они до этого спели Барселону, понимаешь? Оно же разное, понимаешь? Но нельзя сказать, что вокал Меркури менее впечатляющий, чем Монсеррат Кабалье. Вот в чём дело. Про Градского, после того, как он вернулся на всесоюзный, скажем так, экран, то есть, на первый экран, очень много стали писать, в том числе, очень часто, ну, у нас любят наехать в соцсетях, вообще, это любимое дело, это что-нибудь гадость написать. Пишешь, что никакой он не рок-музыкант, никогда им не был, он был рок-музыкантом, Градский? Ну, сейчас, вот по поводу соцсетей, как говорил профессор Переображенский, никогда не читайте с утра до наших газет, я могу сказать, вообще не читайте наших газет ни с утра, никогда, вот никогда не читайте соцсети, понимаешь, и что там пишут. Я считаю, что это просто пишут в основной своей массе люди совершенно ненормальные, то есть, нереализованные, гадкие. Ты уходишь от вопроса. Чудовищно плохие. Сейчас, подожди, я вернусь, я помню твой вопрос. Совершенно плохие по своим человеческим качествам люди. Согласен. Вот, и поэтому читать всю эту муть, понимаешь, ну, кому-то, может, нравится купаться в говне, понимаешь, мне не нравится, понимаешь, ну, зачем? Зачем ходить туда, где плохо пахнет? Я лучше пойду туда, где хорошо пахнет. Вот, поэтому не надо, надо как-то себе уметь ставить какие-то определенные рамки. Это, мне можно просто, если хороший человек, то можно его просто пожалеть. Если плохой человек, то его и жалеть не надо за это, в общем-то. Будет кармическое наказание, вот, какое-нибудь, если уже не происходит. Ну, вот, а к вопросу про Сашу. Да. Он рок-музыкант? Да, безусловно. До сих пор? Да, конечно. Ну, что такое рокер? Рокер – это драйв. Да. Вот, извините меня. А как его измерить? Кому-то кажется, что есть драйв. А как еще? Извините. А как же музыкальная форма? Например, если человек будет петь что-то из репертуара, не хочу никого не обидеть, но, там, ну, не знаю, ну, Филипп Киркоров, допустим, он же никак не может. Извини. Хотя драйв – не знаю. Извини, не рокер. Да, нет. Вот, например, вот для меня Муслим Магомаев – рокер, понимаешь? Потому что у него феноменальный рокер, да. Понимаешь, драйв, понимаешь, это все, когда человек концентрирует какую-то невероятную энергию, это вот, ну, все равно, как серфинг, понимаешь? Вот ты волну оседлал, да, я никогда не пробовал, нет в Черном море таких волн. Понимаешь, они длинные, океанские должны быть. И она тебе несет, понимаешь? Вот это, вот это что. Понимаешь? А это энергетически и на сцене это все есть. Это обмен залом. Вот. Этот сумасшедший звук, накрывающий все и заставляющий вибрировать каждую клеточку своего тела. Это радость вот этого бытия, который у тебя всплывает в этот момент. И сопричастности всеобщей без идиотского братания, понимаешь? Болельщиков каких-нибудь, понимаешь? Вот. Это все присутствует в этом. И это все, в общем-то, несет в себе, как правило, большой позитивный заряд. Есть, конечно, такие рокерские команды, которые, так сказать, идут от противного, от негативного образа какого-нибудь. Но это, в общем-то, все равно клоунада. Это все равно клоунада, как кто-то когда-то сделал разделение, что все рокеры разделяются там на волшебников, на клоунов и на кого-то там еще не помню. Но, в общем, собственно... А, и на героев, естественно. Вот. И, собственно, всегда видно, вот это герой, вот это, ну, скажем там, вот тебе, скажем, Цой, понимаешь? Да, вот, естественно, это герой. Вот Петя Мамонов, ну, естественно, клоун, да? Боря Гребенщиков, естественно, волшебник. Понимаешь? Вот. То есть, это все легко, как бы, градация просматривается. Ты, когда про соцсети говорил, во-первых, ты же есть на Фейсбуке, правильно? Это же не фейк никакой. И дети твои, ты упомянул детей, которых ты купаешь в Чёрном Боре, у них же у всех, наверное, есть соцсети. Ну, если... Ты следишь? Нет, за их сетями. Нет? Да, боже упас. А расскажи вообще про детей. Кто чего? А, детей у меня дофига. На чём играют, что поют? Детей у меня шесть человек. Ух ты, а ты много лет. Три девочки. Нет, от одной у нас пятеро. У меня есть старшая дочь Маша с банду. Да, да, с которой ты даже что-то записывал. Да, мы даже с ней что-то записывали, правда, потом я с ней не записал, и она со мной страшно разругалась. И к моему великому горе мы уже несколько лет... Не общаетесь? Да, вот она... По её инициативе, собственно, как-то вот. Хорошо. Вот так. Ну, я надеюсь, что когда-нибудь это прекратится. Я когда-нибудь смогу это всё-таки и записать. Вот. Или если даже и не смогу, всё равно это прекратится. Надеюсь. Она талантливый человек, она сочиняет свои песни. Вот. Такой... Ну, такой женский рок в чём-то, в чём-то. Это какая-то такая бардовско-театральная история. А с её матерью ты поддерживаешь какие-то отношения? Ну, нет. Вообще никаких. То есть, полностью, да? Да, да. Но она взрослый человек, Мария, да, достаточно. Вот. И остальные пятеро у меня вот это от одной жены, да. Одна сейчас вот живёт в Люксембурге. Они все отучились на... Да, ты же ездил, да, и звонил как-то, сказал, что внуку или внучку там... Да, у меня внук родился, да, очередной. Внук в Люксембурге родился, да. Третий внук уже? Нет, у меня внучка сначала родилась. Вот эта дочка, которая сейчас в Люксембурге живёт. До этого они в Париже жили с мужем. Вот. Сейчас перебрались туда, там, в общем, для детей идеально. То, что надо, знаешь. Такой большой детский сад этот Люксембург. В смысле, что всё тихо, спокойно, хорошо, зелено и неспешно. А дочке 4 года Еве, потом 2 года Рафаэлю, такой замечательный блондин. Совсем блондин, да. И это самое. И вот только-только родился, ещё месяца нет, да, Кристиан. Да, так что вот. Надо будет тебе замутить проект типа Джексон Файв. То есть, это такой семейный такой, у нас ни одного такого нет. Да, ну, многие предлагали, но дети же все с ненавистью относятся к инициативам отца, там, их собрать вместе. В общем, я и не пытаюсь, потому что это ещё больше возненавидят. Нафиг надо. А так все остальные тоже, да, отучились на скрипке. Кроме среднего сына, у него было врождённое заболевание сустава. И поэтому его освободили от музыкальных занятий. Сейчас оно, слава богу, у него прошло. Но от музыки он счастливо увернулся. А так остальные все, кто Арсений, младший, он занимается и на скрипке, и на фоно. Но, опять же, для общего развития. Сын Ваня старший, он играет неплохо на фоно и пытается что-то петь. Флаг ему в руки. Но поступила профессионально только вот одна дочка младшая, Полина, да, она сейчас поступила на первый курс училища имени Шнитки. По скрипке. Это очень правильно, потому что Спиваков, с которым я буквально через час должен встретиться для записи интервью, он говорит, что человек, который занимается музыкой, никогда не сможет стать злодей, убийцей. И что вот, если мы берём вот эту ужасную трагедию в Керчи, то вот, если бы мальчик играл на скрипке, вряд ли бы он взял в руки помповое ружьё и пошёл стрелять. Я размышлял как раз вчера, сегодня на эту тему, почему это происходит, от чего это происходит. Я считаю, что это сложный ответ, однозначного на него нет. Но я это для себя назвал синдром Раскольникова. Понимаешь, это всё, на мой взгляд, с одной стороны, безусловно, явно какая-то психическая аномалия, невыявленная. К сожалению, у нас стали плохо работать наши мозгоправы, если раньше они всё-таки с восторгом кидались на каждую жертву, потому что, оказывается, был план. Ну, это мы, может, в сторону сказали. В сторону, да. Да, бог с ним. Давай, давай, вернёмся. Давай, закроем. Купально пару минут у нас осталось. Я считаю, что тут масса очень, конечно, вот этих вот факторов, которые так плохо повлияли. Ну, в первую очередь, я считаю, что это отсутствие социальных лифтов, то, что перекрыли. Потому что наше время было совсем другим. Можно было приехать откуда угодно и стать кем угодно. Ну, он комбайнер стал генсегенсеком. Да, пожалуйста, пожалуйста. Правда, ничего хорошего из этого не может. Это другое дело. Но уж такое лифт. Но можно было, да. И у нас минута буквально осталась, поэтому коротко, когда, при каких обстоятельствах ты виделся с машинистами, с Маргулисом, ты уже рассказал, когда с Андреем Вадимовичем. Да, Андреушу я звал на концерт «Вежливого отказа» в клубе «Март». Кстати, у нас в декабре будет, 6 декабря, в клубе «Март» приходи. Да, а 5 ноября будет в Сахаровском центре трибют Галича к столетию. Ага, в котором он 100 лет. Да, в котором я тоже там спел. 5 числа. Песню про Парамонову «Красный треугольник». Я с удовольствием его спел, потому что с юных лет я люблю эту песню. 5 ноября? Да, 5 ноября Сахаровский центр, 7 вечера. Так. Да. С Маргульсом ты ответил. Да, а с Макаром, да, я его позвал в клуб «Мар». Может, когда это было? В том году, наверное, еще. С Кутиковым виделся когда-нибудь? Кутиковым миллион лет вообще не видел. Вообще не видел. Ну, и жаль. А с Макаром так пересекаемся иногда в общих тусовках. А тут я его позвал, он пришел с восторгом, все это выслушал. Ему очень понравилось. У него же песня про Галич, кстати. Да, да, одна из лучших, я считаю. Одна из лучших. Что ж, я надеюсь, что перед декабрьским концертом мы еще увидимся с тобой в этой студии. Ты поподробнее расскажешь. С удовольствием. Вот, и к тому времени уже и книжка выйдет про машину времени. Я тогда, наверное, принесу еще какие-то фотки вам. Это обязательно. Кончится ремонт, но хотя это вред ли. Ремонт это такое. Да, да, это страшная вещь. Как говорил Жванецкий, это состояние души. Его невозможно закончить, можно только прекратить. Какие-то интервью на сегодня. Да, это интервью прекращается. В эфире была программа «Мимо нот» и у нас был Сергей Ильич Рыженко, легенда российского рока. Спасибо, Жень, спасибо, друзья. До свидания. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин